Десятая часть Курской области, а это более 260 гектаров, занимают леса. Больше всего и в западных районах – Железногорском, Дмитриевском и Рыльском. Леса выполняют защитные функции – средообразующие, водоохранные, то есть обеспечивают комфортные условия для жизни. Но бесспорно, это и украшение края. Вот пять человек мы его обхватили. Но это не самый его большой диаметр. Видите, там нарост капа, то есть там побольше будет. Там уже человек 6-7 нужно. Патриарх городского парка. В свои 450 лет этот черешчатый дуб выглядит внушительно. 4 метра 65 сантиметров в ширину, 20 метров в высоту. Его прописка – городской парк Льгова, территория бывшей усадьбы князей Борятинских. Но шумел своей листвой он задолго до их появления. Когда-то росло на этом месте дерево, с возрастом, может быть, от каких-то стихийных бедствий оно упало. Пошла поросль. Один остался и вырос. Может, это вторая генерация, может, третий. Это неизвестно. Сколько на самом деле пню, сколько корням этим лет. Там тысячи могут быть. Он был свидетелем многих событий. Теперь и сам стал живой историей, полный загадок. В этом году Льго включился во всероссийскую программу «Деревья-памятники живой природы». А дуб признали старовозрастным. В конце весны в гости к великану наведаются эксперты из столицы. Они определяют точный возраст дуба. Не по количеству колец на стволе, разумеется. В ход пойдет профессиональная техника. А затем, как и полагается, обращаться со старцами столь почтенного возраста, дерево ожидают особый уход, забота и охрана. Мы часто со своей семьей, с маленьким ребенком приходим сюда. Моей дочери очень нравится этот дуб. Хочется, конечно, чтобы в нашем Льговском районе было такое место, куда можно было прийти не только с семьей, но привезти своих родственников. Сейчас эта заповедная территория благоустраивается. Жители Льгова уверены, старинный дуб станет памятником живой природы, новым местом встреч и, возможно, новой достопримечательностью для туристов. История любого великана начинается с ростка не выше травы. О планах лесовосстановления в регионе стало известно в Международный день леса, который был учрежден Организацией Объединенных Наций еще в 1971 году. В 2012-м в лесных питомниках Курской области заготовили почти 35 тонн семян. Около 5 миллионов штук в питомниках сейчас имеются древесно-кустарниковых пород. В основном это основные лесообразующие породы, которые будем высаживать в лесном фонде. Мы должны весной и осенью посадить около 600 гектаров. Примечательно, что около 150 тысяч саженцев вырастили курские школьники. Экологическое воспитание с малых лет дает надежду, что забота о природе станет неотъемлемой частью культуры поведения. Школьные лесничества, их в регионе 33, кузница будущих специалистов. Быть примером для других в свои 15 пытается Руслан Николаенко-Ищегров. Мы владеем около 500 гектаров именно лесного массива. И мы за ними ухаживаем, и мы всецело пытаемся расширить эту площадь. Хочу лично от себя внести какой-то вклад в это дело. Посадить деревья и ухаживать за ними, чтобы была польза природе. В регионе действует целевая программа по развитию лесного хозяйства, рассчитанная до 2020 года. Успешная работа во многом зависит от технического оснащения. Ежегодно на эти цели выделяется около 10 миллионов рублей. Заниматься воспроизводственным лесом. Сегодня мы должны создать все условия, чтобы не было никакого возгорания. Сегодня мы должны создать те условия, чтобы действительно у нас были новые насаждения, чтобы мы боролись со всеми вредителями теми. И тогда только мы сможем эту проблему победить. Сумма штрафов за причинение ущерба леса в 2012 году составила 1 миллион 300 тысяч рублей. Возбуждено 43 уголовных дела, 22 человека привлечены к уголовной ответственности. Всего зафиксировано 280 нарушений. Две трети из них – в случае незаконной рубки. В общей сложности изъято почти 350 кубометров древесины. Но если сравнить с 2005 годом, это на 70% меньше. Таков результат борьбы лесоводов с браконьерами. Опытом лесных хозяйств нашего региона заинтересовались специалисты из соседних областей. Руководитель федерального агентства Масляков Виктор Николаевич дал самую высокую оценку лесоводам Курской области в заведении лесного хозяйства и как субъект исполняет переданные полномочия. Это очень приятно было и для нашего губернатора, он присутствовал на этом семинаре, и для лесоводов Курской области. Сейчас курские спасатели и лесоводы готовятся к пожароопасному периоду. Цель – повторить достижения прошлого года, когда в лесном массиве возгорания не допустили. Нововведением 2013-го станут тепловизоры. В Курске уже установлены четыре видеокамеры, которые в режиме реального времени передают изображения в диспетчерскую службу, а также в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС. Этой весной их станет больше, а две из них будут реагировать на источники высоких температур, то есть заметят то, что пропустит человеческий глаз, например, во время тумана. Сейчас, накануне традиционных пикников, актуально напомнить, что по статистике в большинстве случаев виновниками лесных пожаров становятся именно люди. Неосторожное обращение с огнем может привести к пожару, в котором погибнут деревья и лесные обитатели, рискуют пострадать и сами отдыхающие. Бережное отношение к природе в наших же с вами интересах. С 15 апреля по 5 июня в области, как и по всей стране, проводятся Дни защиты от экологической опасности. Законное право человека на здоровую среду подразумевает и обязанности, причем исключительно добровольные. Экологи ждут помощи от каждого курянина. Редактор субтитров А.Семкин